Спасибо. Пожалуйста, Литков Григорий Петрович. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы от лица всех коренных малочисленных народов, проживающих на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока, выразить огромную сердечную благодарность за ваши законодательные инициативы, благодаря которым возрастной порог коренным малочисленным народам остался на прежнем уровне. Для коренных народов в Арктике, особенно там, где люди живут в суровых условиях, это огромный толчок для развития каждой семьи. Также, Владимир Владимирович, я хотел бы доложить об итогах работы прошлого нашего заседания, когда я поднимал вопрос о порядке определения принадлежности коренным народам. Мы, Ассоциация, приняли активнейшее участие во всех рабочих группах, помогаем всецело Федеральному агентству по делам национальности и на площадке Комитета по делам национальности. Ильдар Ильякович нам тоже очень помогает в создании данного законопроекта, но, к сожалению, он до стен Государственной Думы пока не дошёл. Мы видим, что существует целый ряд таких серьёзных противоречий межведомственных. И мы, со своей стороны, тоже понимаем, что государству очень тяжело определить, выработать критерии, кто же такой коренной. По сути, это национальная принадлежность. И, с другой стороны, вот я поэтому поднимаю сегодня опять этот вопрос. Он, как сказать, времени у нас нет. Люди каждый день страдают. Сегодня вот борьба с браконьерством в лесу, на воде. К сожалению, у нас очень много случаев сегодня, когда именно коренные народы становятся основными объектами. Когда на своих традиционных родовых местах невозможно написать заявку на эту рыбу, как получить справку о том, что в охотничьи билеты коренной. И, соответственно, вот начинается. Огромные штрафы, прессинг. Создаются национальные парки, заповедники. И опять мы увидим, что именно на родовых местах они создаются. И сегодня вот хорошо поправки прошли. Вот в этом плане правительство нас поддержало. Но именно не просто же войти, и требуются поправки именно, чтобы для оленеводства, рыболовства, охоты мы там были. И опять же, камнем преткновения, конечно, становится это порядок определения принадлежности к своему родному этносу. Мы тоже всецело думали об этом. И сегодня вот я предлагаю от лица всех коренных народов такое предложение. Может быть, мы сами коренные народы составим перечень нас самих, где мы живем, совместно с нашими губернаторами. Вот мы вместе в каждом участке, в каждой деревне, в каждом субъекте, в принципе, можем себя определить. А на основании вот этих данных отдельные министерства, будь то Минсельхоз, Минприроды, Минтруд по пенсиям, они бы пользовались данными вот этой самой переписи. Потому что, с одной стороны, мы же видим, что есть эффективный международный опыт, когда именно племенные сообщества коренных народов могут подавать такие идеи государству. И это вот пользуется очень эффектно. И мало того, у нас, кроме этого, и в СССР был такой же примерно похожий опыт, когда люди добровольно писали в графу паспорте и добровольно писали в графу в данных статистики. Вот на основании этого, в принципе, государство на тот момент тоже выделяло большие преференции коренным и чистым народам. Большое спасибо с таким вот предложением. Ну, у нас при переписи населения тоже люди там практически добровольно пишут то, что они считают нужным. Да, но в целом надо совместить эту работу, потому что, к сожалению, не все представители малых народов коренных имеют возможность организоваться и провести эту работу. Вот, безусловно, нужна государственная поддержка и на региональном, и на федеральном уровне. Но совместить одно и другое точно совершенно можно. Да, совместно, да. Спасибо большое.